Сделать себе новогодний подарок в виде квартиры молодая семья решилась 4 года назад, когда узнала, что область готова компенсировать часть расходов по ипотеке. Ежемесячный платеж по кредиту чуть больше 20 тысяч рублей. Из них 14 оплачивал областной кошелек. Во многом на самом деле на наше решение вступить в ипотеку повлияло именно вот это вот выплата для бюджетников. Потому что, возможно, мы бы не скоро это сделали. Потому что помощь ощутимая на самом деле. Даже если половина ежемесячной выплаты компенсируется, для молодой семьи это очень ощутимо. Последнюю выплату получили в июле 2013 года. С тех пор оплачивать кредит семье с маленьким ребенком приходится самой. В похожей ситуации и остальные участники программы. С декабря по октябрь 2013 года мы выплаты получали. Бывало не постоянно, там было раз в несколько месяцев, за несколько месяцев сразу выплата. Ну, в зависимости, когда деньги были в бюджет, он перечислял. С октября 2013 года ни один человек, вот участник программы, не получил выплаты. Поэтому все люди с начала 2015 года пошли по судам. В суд обратились около трех тысяч человек. Приставы уже получили для взыскания 900 исполнительных листов на 400 миллионов рублей. По закону рассчитаться с ипотечниками, которые выиграли суды, должны в течение трех месяцев. Но Министерство соцзащиты через суд попросило отсрочку до весны следующего года. Узнав об этом, ипотечники решились на крайние меры. В правительство направили уведомление о голодовке. В случае невыполнения решений Благовещенского городского суда, возложенных на Управление социальной защиты населения по городу Благовещенска и Благовещенскому району, мы 2 декабря 2015 года в 9.00 объявим бессрочную голодовку до выполнения взятых на себя обязательств с развертыванием палаточного лагеря без звукоусилительной техники у здания общественно-культурного центра города Благовещенска. Как объяснили в областном правительстве, общий долг перед ипотечниками за два последних года достиг почти 800 миллионов рублей. В прошлом году на финансирование под программы было выделено более 40 миллионов рублей. В этом почти столько же. Средств не хватает. Программа финансируется только из областного бюджета, который сильно опустел после наводнения, а также из-за кризиса. Несмотря на это, людям планируют вернуть все до копейки, но позже. Правительством сегодня предпринимаются все меры для того, чтобы выплаты осуществлялись. От своих обязательств субъект, от ранее принятых обязательств субъект не отказывается. Органы социальной защиты сегодня вынуждены просить отсрочку исполнения платежей. Именно для того, чтобы у правительства субъекта было время для изыскания источников исполнения ранее принятых обязательств. В бюджете следующего года для ипотечников планируют предусмотреть около 100 миллионов рублей. Ориентировочно рассчитываться по долгам судзащита начнет уже в феврале. В первую очередь средства придется пустить на исполнение судебных решений. Если те исполнительные листы по компенсации процентов по ипотечным кредитам не будут исполнены субъектом своевременно, будет вводиться в соответствии с нормами бюджетного кодекса блокировка счетов областного бюджета. Мы понимаем, что на сегодняшний день под угрозой именно выплаты мер социальной поддержки незащищенным слоям граждан. Чтобы полностью рассчитаться по долгам и закрыть программу, области нужно изыскать более 1 миллиарда рублей. Ипотечники, между тем, от своих намерений решили не отказываться. 2 декабря они планируют развернуть палаточный лагерь на площади УКЦ. Люди намерены голодать, пока им не выплатят обещанную финансовую помощь. Наталья Шепелева, Кирилл Захаров, Альфа Новости.